Что можно, что нельзя сыпать в кормушку для птиц. Самое доступное для нас лакомство для птиц, и они это очень любят, это семечки. Семечки можно купить на рынке, но когда будете покупать семечки, покупайте именно мелкие. Сейчас многие продавцы продают прям отдельно для птиц, потому что крупную семечку синичкам и воробьям трудно разгрызть. Еще птицы любят просо. Вот именно просо, а не пшено. Просо не вызывает брожение в желудке у птиц, а пшено почему-то вызывает брожение в желудке у птиц. У них получается вздуть, и птицы чувствуют себя плохо. В зоомагазинах можно найти уже готовые смеси для лесных птиц. Здесь и просо, и семечки, и канареечные семя, и семена чертополоха. В общем, все то, что любят птицы и что они едят в природе. Вот такой пакетик можно смело покупать и сыпать в кормушку. Пробовала я кормить вот такими готовыми палочками. У птиц они интереса не вызвали вообще никакого, поэтому лучше денег не тратить и такие вещи не покупать. В кормушку можно положить черствый белый батон, не плеснятый. Свежий батон категорически нельзя. И в холода можно привязать кусочек несоленого свиного сала, но привязать так, чтобы не достали кошки вот это сало, потому что они очень любят полакомиться им. Категорически нельзя кормить птиц ничем соленым, не солеными семечками, не солеными орешками, нельзя давать свежий хлеб, нельзя давать ржаной хлеб, нельзя давать плесневелый хлеб и нельзя давать птичкам некачественный корм. Если вы чувствуете, что какой-то от него затхлый запах, вот таким кормом птичек лучше не кормить.